Судно на воздушной подушке единственный транспорт, способный доставить людей из села Михеева Воскресенского района до Большой Земли. Дорога до населенного пункта затоплена. 160 человек отрезаны от Большой Земли. Такое у них каждую весну, когда Ветлуга выходит из берегов. Но вот осенний или уже зимний паводок – вещь крайне редкая. Зимой было у нас такое наводнение, но это лет так может 8-10 назад. Бывают у нас такие катаклизмы, но редко. А уж в этом году природа вообще нас удивила. В поселке магазинов нет. Два раза в неделю к ним приезжает продуктовая лавка. В прямом смысле по единственной дороге жизни. Молоко берем, хлеб вот привезли. Хлеб. Ну и так вот. Все колбаски подемножку возьмет. Надежда Мельчакова переехала в поселок более 30 лет назад, когда на Ветлуге существовало пароходство. Места здесь, говорит, чудные. Даже несмотря на природные катаклизмы и такую отдаленность от райцентра, переезд исключает. В поселке все друг друга знают и помогают. Выбравшись на Большую Землю, продукты покупает для себя и пенсионеров. В основном поселок у нас живут уже старые люди. Это вот еще мы добираемся. А вот старики, они не могут дойти. Катер на воздушной подушке предоставило правительство Нижегородской области. В выходные люди уже ездили на нем за продуктами. Сейчас в село направляется фельдшер. Если кому-то понадобится госпитализация, скорая встречает на Большой Земле. У нас скорая уже выезжала в субботу сюда. А я просто на контроль после скорой уже. По заявлениям граждан, по обращениям. В этом году все северные районы страдают от большой воды. Лед встал. Лодки бесполезны. Судно-амфибия жизненно необходимо. На балансе областного правительства оно единственное. В Кремле договорились со специализированной организацией, имеющей аналогичный катер. Наша компания логистическая. Также имеет большой опыт в организации именно пассажирских переправ на судах воздушных подушек. Ну, амфибийных судах. Которые могут перемещаться по пересеченной местности, где вода, земля. Ну вот, каких-то пять минут, и мы уже в поселке Михеево. На воздушной подушке дорога заняла максимум пять минут. Если же идти пешком по замерзшему озеру, минут сорок, час, где-то так. Пешком идти не вариант, опасно. Лед еще полноценно не встал, а вода продолжает пребывать. Около двух километров дороги затоплено. Снег водяной лежит. Машина не пройдет. Дети на севере живут, приедут, потом в лесу бросают машину и сюда едут. Жена умерла, на лодке везли. Это правильно или нет? В центре России мы живем. У нас запланировано строительство дороги новой по другому участку, по высокому участку, которая не подвержена затоплению. Строительство дороги запланировано на 2020 год. В течение двух лет, 2020-2021 год, данная работа будет проведена. Значит, люди больше не будут зависеть от природных катаклизмов. Новую подушку готовят к первому рейсу. По поручению губернатора решается вопрос о выделении финансирования на оплату аренды судна из резервного фонда правительства. Предположительно, катер будет дежурить до середины декабря, когда лед полностью встанет. И можно будет восстановить автомобильное сообщение. Олег Лавров и Михаил Городников. Время новостей.